Мои обращения Мои обращения В последние годы в Москве было зарегистрировано и действует порядка 30 районных местных национально-культурных автономий в управах, в районах, в административных округах города Москвы. Их, как я сказал, порядка 30. Согласно выписке из налоговой инспекции, в настоящий момент действующими организациями национально-культурной автономии города Москвы является 29 местных районных автономий и административных округов города Москвы. Такое же решение было принято и решением, точнее можно сказать, апелляционным определением Московского городского суда от 27 ноября 2013 года. Согласно данным определениям, были приняты решения о том, что все решения конференции, которая прошла 25 мая 2012 года, оставлены в силе, и по итогам данной конференции, данных решений, которые были зарегистрированы Главным управлением Министерства юстиции по городу Москвы, Их должно в региональной автономии числиться членами 29 автономий. Но сейчас, в настоящий момент, почему-то в членах региональной автономии числятся 5 или 6. Точное количество нам неизвестно, поскольку на сайте региональной национально-культурной автономии города Москвы об этом сообщения нет. Сколько автономий являются членами городской автономии, неизвестно, и как можно узнать, если об этом все решения принимаются кулуарным, одним человеком, ну, с привлечением, может быть, приближенных лиц. Хотелось бы сказать, что все эти 30 организаций остаются за бортом деятельности городской организации. Почему? Зачем? Почему, например, вновь состоявшиеся якобы конференции в ноябре-октябре 2017 года, они не были приглашены, не участвовали, а участвовали 5 или 6 автономий, которые были, насколько мне известно, две автономии, это были ранее Южный административный округ и Юго-Западный административный округ, и к ним примкнули якобы еще 4 автономии. Кто, что, ну, по непроверенным данным известия, мне сообщили, что данные автономии господин Фарисов купил, просто купил, купил документы и переоформил на своих лиц. Например, местная национальная культура автономии Зеленоградского автономного округа была перерегистрирована, сначала были выкрадены документы этой автономии, а потом эти документы объявились у нового, якобы, председателя этой автономии, Якубова Наиля. Теперь эта автономия действует за Фарисова и голосовала за решения, которые были приняты на якобы проведенной конференции в ноябре 2017 года. Далее хотелось бы задать еще вопрос один. Мне этот вопрос касается важным, поскольку он затрагивает президента Республики Татарстан, сотрудников полномочного представительства, постоянного представительства Республики Татарстан как президент Российской Федерации. Почему, как говорится, председатель Совета Молодежи, постоянного представительства Республики Татарстан в Москве, организует собрание делегатов конференции, якобы, которая прошла в ноябре 2017 года. Привлек своих, как говорится, членов Союза Молодежи и, как говорят, неблаговидные вот эти действия порочат и подставляют, как можно сказать, ну, я же, можно и сказать, что даже президент Республики Татарстан, потому что это организация Союза Татар, Союза Молодежи, полномочного представительства, как говорится, с их помощью проводятся некоторые темные дела. Подставные делегаты образуют массовку, якобы они делегаты участвуют в конференции, а на самом деле этой конференции не было, поэтому и считает, и все местные национальной культурной автономии города Москвы считают, что этой конференции не было. И сам господин Фарисов просто избрал, назначил сам себя председателем автономии и теперь числится себя председателем автономии. Далее хотелось бы обратить внимание на тот важный момент, в последнее время закрываются некоторые кружки в доме Асадулаева, поскольку якобы не хватает места для их размещения, сотрудникам не платят заработную плату и это сокращается. Но почему-то в этом здании нашлось место для кабинета депутата Государственной Думы от Республики Татарстан господина Гельмудиновым. На каком основании, в соответствии с какими договоренностями в этом здании находится приемная этого депутата, чем он занят в этом кабинете. Огромный кабинет, порядка 100 квадратных метров, занимает там полэтажа. Эта часть помещения постоянно закрыта, депутат там не появляется. Неясно. Это можно вопрос адресовать и в администрацию президента Российской Федерации, которая предоставила это здание в безвозмездное пользование. Согласно пункту 2.2.5, наниматель, то есть региональной автономии, не вправе передавать здание ни в целом, ни частично, ни по частям, третьим лицам. А здесь получается, что депутат Государственной Думы господин Гельмудинов занял самостоятельно или кто-то предоставил ему, возможно, господин Фарисов, этот большой участок дома-здание, который постоянно, еще раз подчеркиваю, закрыт. Кто там ходит, кто туда является, непонятно. Ну, проведен шикарный ремонт, положен красивый кафель на пол, людей нет. Что там делается в этом кабинете, неясно. Далее это я могу показать пункты договора, я покажу, они будут освещены, чтобы, как говорится, не было, что мои слова голословные. Мои все слова подтверждаются документами, которые имеются в наличии. Эти же документы можно увидеть на сайте mtss.ru у Искандарева Гаяра. С самого момента проведения конференции 25 мая 2012 года, вся история по открытию, так называемых, тайников дома-суды Лаева ведутся там. И можно, как говорится, полностью все документы найти на сайте mtss.ru. Мои слова не голословные, все документы, которые были обнаружены и действуют, существуют на данный момент, выложены там. Как-то с любознательным, пожалуйста, обращайтесь, смотрите, найдите, опровергайте, если хотите. Следующий вопрос мне касается другого момента тоже, который в преддверии месяца Рамадана хотелось бы задать. Ну, может быть, вопрос прозвучит риторический или как-то. Во всех открытых источниках, как говорится, в интернете, господин Фарисов позиционирует себя как заместитель, председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, уважаемого шейха Равиля Гайнудина. Он является также по якобы документам председателем попечечек Совета, Совета муфтев Российской Федерации. И вот хотелось бы как раз уточнить вопрос. Может быть, уважаемый шейх Равиль Гайнудин объяснит, пояснит своему заместителю, что нехорошо пользоваться украденными документами, покупать их и потом использовать их в своих целях. Лица, продавшие эти документы, известны. Кто купил эти документы, тоже известны. Поэтому я думаю, если люди хотят разобраться, пожалуйста, документы будут представлены. Люди эти есть, никуда они не исчезли. Документы, вот мои, я уже говорил, что документы Зеленоградской автономии сначала якобы пропали, и потом они объявились уже господина Фарисова с новым председателем, господином Якубовым Наилем. Вот такие тонкие моменты. Вот хотелось бы просто, чтобы они были взяты на заметку, приняты во внимание. И как я уже называл, чтобы все вот эти лица, к которым я обращаюсь, это уважаемый шейх Равиль Гайнудин, полномочный представитель Республики Татарстан при президенте Российской Федерации, депутатский корпус Государственной Думы, комиссия по этике Госдумы Российской Федерации. Обратили внимание, почему, как говорится, лица, которые должны вроде бы соблюдать закон, действовать в соответствии с ним, нарушают эти законы. Вот такое обращение у меня на сегодняшний день. Если что-то такое возникнет, какие-то еще новые вопросы, то будем дальше действовать, обращаться в правоохранительные органы, которые, я думаю, поставят, найдут истину в этом споре давнишнем и поставят точку в данном вопросе. И, наконец, восторжествует законность, справедливость, региональная автономия за работу в соответствии с уставом, который, как говорится, был утвержден, принят на конференцию. И все татары города Москвы будут принимать деятельное участие в сохранении татарской национально-культурной традиции, развивать свой язык, поддерживать его, встречаться, общаться в прекрасном доме Асадулаева. Вот пока у меня все на этот сегодняшний день. Как и говорил, представляю документ, который подтверждает, что вот выписка из реестра налоговой инспекции, по которому говорят, что список действующих татарских автономий города Москвы на 6 мая 2018 года. Согласно данному списку, действующими организациям сфиксировано 29 автономий местных, которые не входят в единую городскую региональную основную культурную автономию города Москвы. Это не голословно, это выписка. Вот я представлю еще один документ. Это свидетельство государственной регистрации тех изменений, которые были внесены в конференции 25 мая 2012 года. Как я уже говорил, они до сих пор в силе. Вот оригинал свидетельства, который находится у меня на руках. Никто, как говорится, Главное управление Министерства юстиции обратно его не затребовало. Далее я представляю, чтобы, как говорится, не было голословно. Следующий документ. Договор номер 3 БП безвозмездного пользования жилым помещением от 13 июля 2009 года, по которому управление по эксплуатации здания органов высшей власти, управление делами президентской федерации, передает здание дома Асадулаев безвозмездные пользования региональной национальной культурной автономии города Москвы. Согласно, как я уже говорил, пункта 2.2.5, судополучатель, то есть региональная автономия, не вправе передавать здание как целым, так и частично другим лицам. Сфиксировано в договоре. Но почему-то, я как уже говорил, данный пункт нарушается председателем так называемой региональной автономии города Москвы. Вот еще один документ, который, чтобы не говорили, что это голословно, мои слова, апелляционное определение. Вот 28 ноября 2013 года. Судебные коллеги по гражданским делам Московского городского суда в составе судей Строганова, судей Мухартова и Дубинской установили, что доказательства действительности принятых на конференции 25 мая 2012 года из СОМ судо не представлено. Таким образом, все решения, которые были приняты на конференции 25 мая 2012 года, судом, Мосгорсудом оставлены в силе. Таким образом, мы получаем, что в настоящий момент региональная автономия двоевласть согласно решению Московского городского суда. Поскольку все последующие решения, которые якобы принимались советами, конференциями, недействительны, поскольку они не учли все моменты, которые должны были быть зарегистрированы Главным управлением Министерства юстиции Российской администрации по городу Москва. Я еще раз заявляю, что все конференции, которые проводились после 25 мая 2012 года, незаконны в соответствии с решением Московского городского суда. Если что-то такое возникнет, какие-то еще новые вопросы, то будем дальше действовать, обращаться в правоохранительные органы, которые, я думаю, поставят, найдут истину в этом споре давнишнем и поставят точку в данном вопросе. И, наконец, восторжествует законность, справедливость, региональная автономия заработает в соответствии с ее уставом, который, как говорится, был утвержден, принят на конференции. И все татары города Москвы будут принимать деятельное участие с сохранением татарской национальной культурной традиции, развивать свой язык, поддерживать его, встречаться, общаться в прекрасном доме Асадулаева. Вот пока у меня все на этот сегодняшний день. Продолжение следует...